Однако здравствуйте! В рамках подготовки первой встречи Трампа с Путиным. Американская авиация спорадически пощипывает сирийцев на грани военной конфронтации с Россией. На украинском направлении встреча с Порошенко проведена на низшем дипломатическом уровне. В самой Америке холодная гражданская война перетекает в затяжную фазу позиционных боев, в которых администрация чуток притормозила готовый пакет санкций, объявляющий нас экономическими изгоями. То есть все готово для успешного проведения долгожданной встречи. Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения. Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Есть рационально-оптимистическая трактовка действий американской администрации. Довести ситуацию до уровня Карибского кризиса. Прогрессивная общественность наконец вздрогнет, оказавшись на краю ядерной катастрофы. А администрация отмажется от связей с русскими хакерами. И вот тогда... Если мы окажемся сейчас не в состоянии покончить с нашими разногласиями, мы можем, по крайней мере, содействовать тому, чтобы наши разногласия не угрожали миру. Поскольку в конечном счете самой главной точкой соприкосновения является то, что мы все живем на этой маленькой планете. Мы все дышим одним и тем же воздухом. Это речь Кеннеди после разрешения Карибского кризиса. Казалось бы, совершенно актуальна. Однако, есть нюансы. Америка Трампа – это не Америка Кеннеди. И даже не Америка Линкольна, который, кстати, вел настоящую гражданскую войну, даже не холодную. Гражданская война Линкольна – это война с мятежными штатами за власть федерального правительства. Гражданская война Трампа – это война с гнившей системой против несистемного президента. Америка Линкольна и Кеннеди могла убить и Линкольна, и Кеннеди, но она не могла убить Америку. Америка Трампа не может убить Трампа, но она может замочить саму себя. И тут никакие карибские кризисы не помогут. Однако, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok